Здравствуйте. Сегодня я расскажу вам о свободном программном обеспечении. Именно о свободном, а не как иногда часто его путают, программным обеспечением с открытыми исходными кодами. Здесь есть некоторая разница. Исходные коды — это техническая деталь, а свободное программное обеспечение — это целая философия, целое течение, которое возникло с появлением компьютеров. Я думаю, что сейчас компьютер есть практически, наверное, у каждого, и каждый день все используют компьютеры для своих целей. Но что же такое на самом деле компьютер? Компьютер — это просто машина, которая достает откуда-то с жесткого диска команды, исполняет их и сохраняет где-то результат. Будь то это монитор или какое-то хранилище где-то в облаке. Все очень просто. Простые инструкции, когда их очень много и когда они запутаны, это превращается в очень сложный код, будь то это запуск какой-то сложной игрушки или работа в каком-нибудь сложном каде. Программы написаны на языках программирования, понятным человеку, и они затем компилируются в бинарные данные. Я думаю, это момент всем известен. Но иногда, я думаю, у многих из вас возникало такое ощущение при использовании компьютера, то, что компьютер делает не то, что вы хотите. Например, когда у вас что-то вот таким вот образом повисает и оставляет хвосты, вы наверняка думаете, как же так? Этот компьютер, он мой, я хочу полностью им управлять, но он почему-то начинает вытворять вещи, которые я даже не могу взять и просто остановить, и запустить все заново. Но исключая, конечно, варианты с очень жестким отключением питания. И тут возникает уже интересная особенность. Управляете ли вы компьютером вы, либо кто-то за вас управляет компьютером, то бишь контролируете ли вы те самые программы, которые стоят у вас на компьютере, либо какая-то корпорация контролирует ваше ПО и, как следствие, ваш компьютер. На самом деле, эта проблема гораздо шире. Помимо банальных десктопных компьютеров, существует куча компьютеров в виде небольших микроконтроллеров, которые стоят, ну, пожалуй, уже, наверное, везде. Даже какое-нибудь сиденье от автомобиля, внутри него стоит вот такая здоровая плата, там стоит полноценный компьютер. И, к сожалению, просто я знаю то, что сиденье, вытащенное из какого-нибудь более-менее современного автомобиля, просто нельзя взять и включить, потому что на нем крутится программное обеспечение, полностью закрытое, никто не знает, просто как банально управлять этим программным обеспечением, потому что оно закрыто. И люди всегда боролись за какие-либо свободы. Будь то это какой-то режим диктатора, будь то просто банальная свобода слова и свобода выражения. Так и здесь. С появлением компьютеров возникло желание получить все свободы, получить полный контроль над своим собственным компьютером, потому что это же ваше имущество, так же, как и получить контроль, например, над любым другим устройством, которое вы можете свободно продать или купить, но вы ограничены из-за каких-то проблем. И человеком, который начал все это движение свободного программного обеспечения, был Ричард Столман. Ричард Мэтью Столман, как иногда его в интернете часто сокращают, просто РМС. Человек, он довольно неоднозначный, я уже сказал, интересная личность. И, пожалуй, он один из тех людей, кто в те времена, когда появлялись операционные системы, такие, как Windows, Mac, он не хотел набить свои карманы деньгами, он хотел сделать мир немножечко лучше. В те времена была популярна операционная система Unix. И Ричард решил повторить полностью эту операционную систему, построить свою собственную, но таким образом, чтобы он мог полностью контролировать свой компьютер. Естественно, один он этого сделать не мог, потому что это была целая операционная система, это сложно. И он решил основать так называемый проект GNU. GNU – это рекурсивный акроним. Если его разложить, расшифровать, то получится, что GNU is not Unix. И этот проект он основал в 1984 году. Это сколько уже? 35 лет назад. Целью этого проекта было собрать людей везде, по всему земному шару, тех, кто хочет поддержать идеи свободного программного обеспечения и освободить их компьютеры, дать им полный контроль, возможность исполнять и запускать все, что они захотят. Что еще интересно об этом человеке? Ну, то, что он, к сожалению, не очень хорошо известен. Вот этот значок был примерно в те же года нарисован одним из тоже участников проекта GNU. Я долго думал, когда первый раз увидел, что же это нарисовано, оказалось, что это антилопа GNU. Ну, что же еще может быть в проекту GNU, кроме антилопы GNU? И, как я уже говорил, люди начали собираться и писать утилиты и различные программы для его операционной системы. Как вы, наверное, знаете, то, что операционная система это не просто одно огромное приложение. Нет, это набор различных компонентов, приложений и даже, наверное, до сих пор, до текущего момента основной набор утилиты в GNU это утилиты, которые вы запускаете в командной строке. То есть, если вы запустите обычный терминал под Linux или под Mac, вы наберете команду ls, это на самом деле будет небольшой бинарик, который лежит где-то на файловой системе. То есть, это такая же программа, как пишите вы. Этот ls, это на самом деле не команда какого-то ядра или чего-то еще. И ls этот создавался каким-то конкретным человеком, у него есть автор, и он это сделал просто для того, чтобы дать это людям. Основная идея проекта GNU была повторение Unix. Unix соответствует требованиям POSIX, и эти команды бывают также в коммерческом исполнении. Но, по-моему, сейчас нетрадиционно везде, на любом Linux всегда, они из проекта GNU. И, как я уже говорил, командочка ls, ну, я думаю, она всем известна, это просто вывод списка файлов. Казалось бы, все просто, на самом деле у нее довольно сложный длинный код. И, как я говорил, Ричард Столман не очень известный человек, к сожалению. Все же наверняка знают Линуса Торвальдса, который, как некоторые считают, создал Linux. Но на самом деле Linux — это всего лишь ядро. Торвальдс написал его в 1991 году, то ли как курсовую, то ли как дипломную. Идея у него получилась весьма хорошая. И в 1992 году он освободил свое программное обеспечение, то бишь, он выложил все исходники, дал доступ остальным людям. И проекту GNU очень понравилось его ядро, потому что у них не было своего ядра. У них была куча уже словосов так к этому времени, но у них не было ядра. Кстати, у них есть сейчас уже есть собственное ядро под названием Horde, но это ядро, первое его более-менее релиз, который можно было хоть как-то использовать, появился года, наверное, три, может, пять лет назад. То бишь, довольно очень много времени оно разрабатывалось, возможно, как раз из-за того, что ядро Торвальдса было использовано и оно используется не только в самом Linux, оно используется еще, например, в Android. И поэтому, как с технической точки зрения, потому что ядро это всего лишь маленький компонент операционной системы, так и с моральной точки зрения, то, что все-таки основной вклад всех утилит, которые есть в той же самой Ubuntu или Fedora, это именно проект GNU. Поэтому более правильно называть Linux не просто Linux, а GNU slash Linux. Свободное ПО называется free software на английском. Слово free в английском языке имеет на самом деле два значения. Первое значение это цена. Есть еще так называемый free software, которое в смысле бесплатное. И второе значение это как раз свободное. Поэтому очень часто именно свободное программное обеспечение называют словом Libre. Это испанское или французское слово. В французском похоже абсолютно такое же слово с таким же значением. И например многие могли видеть так называемый LibreOffice. Кстати интересная история у них получилась. В свое же время был OpenOffice, который кому-то где-то не угодил когда-то. Не в плане пользования, потому что многие его просто не любят, а там произошел какой-то конфликт как раз на почве того, что кто-то хотел его использовать не совсем традиционно для свободного ПО. предназначения как-то заработать на нем. Комьюнити сделала очень просто. Просто форкнула весь проект, назвала его LibreOffice и у них вместо OpenOffice стал LibreOffice теперь. Это довольно частая история. Еще один очень важный момент, то что свободное ПО это не бесплатное, но при этом оно может быть платным. Это довольно интересный такой парадокс, о котором мы поговорим позже, но сама суть то, что свободное ПО не подразумевает, оно никоим образом не смешивается с ценой, которая за него может быть запрошена. и для того, чтобы гарантировать то, что именно вы будете управлять своим компьютером, а не какая-то программа на вашем компьютере, Ричард Столман разработал четыре основных принципа свободного программного обеспечения. Ну, поскольку Ричард Столман, наверное, как и все мы, очень любил компьютеры, поэтому он считал компьютер, начиная с нуля. Свобода ноль. Это свобода запускать ПО. Совершенно очевидная вещь, что мы можем запустить программу в любой момент времени, для любой цели, совершенно ни с кем не советуясь, и у нас не будет никаких ограничений серии того, что мы можем запустить ее 500 раз или в течение 30 дней. Это одна из основополагающих свобод. вторая. Это свобода изучать, то бишь иметь доступ к исходным кодам и вносить изменения такие, какие вам потребуются. Если вам что-то не нравится в программе, вы можете, имея исходный код, это все поправить, изменить. Но это должно быть гарантировано для вашего конкретного приложения. Поэтому должны быть исходные коды. Как я говорил, свободное ПО это не открытое ПО, потому что открытое ПО подразумевает просто наличие исходных кодов. Многие компании и частные лица представляют как open-source на ПО. Это как ПО с открытым исходным кодом, целью которого является улучшение, устранение багов, и устранение уязвимости в этом ПО. Но основное предназначение исходников в концепции свободного ПО именно то, что пользователь может взять и изменить его. Ну, конечно, многие могут сказать, что мы не знаем никаких языков программирования, мы не можем ничего изменить в этих исходниках. Но всегда люди могут объединиться в группы, придумать какую-то идею и кто-нибудь возьмет, кто знает язык программирования, не изменит эту программу. Это как раз есть коллективный метод управления программами. Но для того, чтобы коллективно управлять какой-либо программой, вам нужно еще одно обязательное требование. Свобода номер два – это свобода распространения копий. То есть если у вас есть копия какой-то программы, вы можете ее отдать, скопировать кому угодно. При этом вы можете даже за это попросить деньги. Но правда тут уже появляется тоже интересный вопрос. Вы можете у кого-то купить ее и при этом вы же можете ее и продать. Получится у вас или не получится такой интересный вопрос. Практика показывает, что если например у какого-то ПО есть двойное лицензирование и вы можете взять и использовать например для индивидуальных целей эту программу то ее используют, а в случае покупки ее покупают для например коммерческого использования. И другие случаи, когда кто-то пытается допустим взять и продать какое-либо открытое ПО, ну как правило у них никто не покупает. покупают обычно у авторов. Вот почему? Потому что им необходима поддержка. То бишь банальный саппорт помощь в установке настройки всех этих программ. Ну это довольно такой интересный парадокс. И другой следующая свобода, которая является продолжением этой же свободы, но в условиях того, что вы можете поменять программу, это то, что вы можете распространять уже не точную копию того, что у вас было, а вашу версию, основанную на том, что вам попало в руки. Потому что в мире программирования вообще переписывать то, что уже существует, ну обычно в этом нет никакого смысла, если вы можете что-то взять. И обмениваясь исходными кодами и модифицированными версиями, вы можете просто наращивать какой-то проект до безумия. Ну в том числе то же самое ядро линукса, яркий пример, уже сколько лет работает на всем, чем только можно и умеет делать все на свете. И имея вот эти четыре свободы, у вас обязательно будет возможность контролировать ваш компьютер, а не ваше программное обеспечение будет контролировать вас. И для непосредственной уже реализации этих принципов была разработана лицензия GNU GPL. Сейчас на данный момент существует третья версия. Первая версия была написана самим Ричардом Столманом, но она была довольно сырая. Написать хорошую лицензию на самом деле это очень большой труд, это очень сложно, потому что нужно учесть юридические нюансы законов многих стран, разных стран, у них порой очень сильно отличается законодательство, поэтому в таких лицензиях стараются писать очень сложные такие формулировки. Если кто-нибудь видел какую-нибудь простую лицензию, например, БСД, там отказ от ответственности большими буквами, очень длинная строчка с практически повторяющимися по смыслу словами. Во второй версии как раз уже была более юридически грамотной и вторая версия до сих пор очень активно используется, в том числе ядро линукса, она до сих пор под GPL V2. Также появилась в те времена еще лицензия LGPL, то есть лазер GPL, которая в основном предполагалась к использованию к библиотечкам. Почему? Потому что лицензия GPL предполагала то, что любой ваш код вы не могли бы использовать без лицензирования с той же лицензией. То бишь, если вы написали какую-то библиотечку, вы обязательно должны, используя ее в вашем приложении, вы обязательно должны использовать ту же самую GPL-лицензию в вашем приложении, как следствие открывать код, и это невозможно было бы использовать в коммерческом использованию. Про это я сейчас тоже расскажу. Ну и собственно версия V3, в ней уточнили небольшие нюансы, связанные с возможными нападками на авторов, потому что существует всегда возможность то, что имя автора могут использовать для рекламы, и подобные лицензии свободного и открытого ПО, они подразумевают защиту автора именно таких нападок. И появился так называемый принцип копилефта внутри именно GPL-лицензии. Копилефт еще часто называют вирусной лицензией, то есть однажды прицепившись к коду, этот код, если вы куда-то продолжаете дальше уносить, он становится тоже GPL-ным кодом. Это как раз чего хотел Ричард Столмом, он именно хотел именно такого подхода, чтобы код всегда оставался открытым, но коммерчески к сожалению это не очень нравится в принципе копилефта. Специальный значок сделали наподобие копирайта, только с буквы цена оборот. И помимо лицензии GPL существует еще масса других лицензий, но они не являются свободными лицензиями. Это именно лицензии для открытого программного обеспечения. Большинстве из этих лицензий просто сказано то, что мы даем вам исходный код и вы должны лишь указать нас как авторов и все, больше никаких других последствий. Помимо этого существует еще очень интересная вещь это публичное достояние. Если вы думаете, что вы можете просто взять ваш код и выложить куда-то в интернет и сказать то, что все, он не мой, берите кто хотите, пользуйтесь. На самом деле так просто не получится сделать. В некоторых странах по законам, чтобы передать публичное достояние, это просто невозможно отказаться от авторства и собственности. Поэтому для этих целей начали писать тоже специальные лицензии от откровенно шутливой WTFPL лицензии до более серьезных такая как The Unlicensed, которая подразумевает отказ от своих прав, то бишь вы выкладываете код и им можете кто-то пользоваться. Но есть небольшой нюанс. Если вы нашли код, который лежит просто где-то в интернете, допустим, на Stack Overflow, вы можете его взять и использовать, как вы думаете? Правильно. Если лицензии нету, значит это совершенно неизвестный код, вы не можете его взять и использовать. если прямо написано, что есть лицензия или лежит файлик на том же GitHub рядом с кодом и лежит, допустим, The Unlicensed, значит, можете смело брать, использовать вообще, как вам захочется. Помимо непосредственно ПО, были созданы лицензии еще и для контента. Есть такая компания Creative Commons, она занимается написанием стандартных лицензий для именно контента. И в случае передачи в публичное достояние у них есть так называемая CC0 лицензия. Что интересно, существует даже целое направление с свободной музыкой, где авторы выкладывают свои музыкальные произведения не просто послушать, но и в том числе даже в виде сэмплов и каких-то исходников. Существует такая джаменда, но джаменда там больше намешано всего, есть еще Тунгуска, с ними даже можно поговорить и использовать их музыку, допустим, в своих каких-то проектах. При этом в большинстве случаев просто так. Что интересно еще, как еще используют open source и open source, например, для рекламы своего же собственного open source проекта Blender выпустил мультик которые являются полностью открытым проектом. Любой может скачать его исходники и использовать. Это довольно познавательно для людей, изучающих 3D-графику и анимацию. Это на самом деле очень здорово, что есть такие открытые проекты и контент не только в виде программного обеспечения, хотя в случае с контентом конечно очень сложно определить, что из них является свободным, а что с открытым исходным кодом. Ну и конечно есть множество проектов, например, есть такой проект RepRap. Это проект 3D-принтера, который рекламируется как 3D-принтер, который может напечатать сам себя, но на самом деле в версии RepRap появилась уже целая куча с разными индексами, с разными модификациями и все они лицензированы, чертежи на этот 3D-принтер, они лицензированы под свободными лицензиями и любой может построить либо внести какие-то изменения в этих чертежах и сделать все, что он пожелает. Ну и на этом пожалуй все. Давайте перейдем к вопросам. Микрофон. Вы говорили про отказ от авторского права. Допустим, вы написали какую-то программу и отказались от нее. Могу я присвоить авторство тебе? Ну, формально да. Спасибо. Но вам никто не поверит. Вопрос такой. Смотрите, вы сказали то, что свободное программное обеспечение оно как бы не ассоциируется с бесплатным. вот. Вот. в то же время в правила свободного программного обеспечения входит свободное распространение копий и свободное распространение модификаций. Спасибо, это очень интересный вопрос. Как это реализовать именно, если оно не бесплатное? Это имеется в виду свобода распространения. То бишь, если у вас есть копия, вы можете отдать ее кому хотите. Если у вас нет копии, вы не можете ее потребовать. В лицензии JPL, правда, есть небольшой нюанс. Если у вас есть копия исполняемого файла, тогда вы можете потребовать исходных кодов на основе этой лицензии. Но потребовать у кого-то просто дай мне твою программу нет, мы не можем. Это был такой очень интересный юридический нюанс, когда какое-то наше министерство выпустило свою собственную версию Linux и толпы троллей из интернета набросились на это министерство со словами «Это же лицензия JPL, выложите исходники». Министерство оказалось право, потому что в лицензии JPL прямо указано, что для индивидуального использования, в том числе для юридического лица, они имеют право внести изменения и использовать внутри себя, так как они хотят, не раздавая никому этих исходников. Хорошо. пользователи имеют как раз наивысшую выгоду в этом, потому что вся суть именно дать свободу пользователю. У любого пользователя есть право выбирать, использовать, например, более удобную операционную систему от какой-нибудь коммерческой компании, либо быть свободным и использовать свободное программное обеспечение. При этом, если, условно, допустим, у нас есть какая-то программа, и у нее есть 100 тысяч пользователей, и эти 10 тысяч пользователей взяли и написали на официальном сайте поддержки в какой-нибудь бахтрекере, что нам не хватает фичи X, то ее наверняка сделают в комьюнити. Например, еще был очень такой интересный нюанс. Существуют небольшие платы, которые ну, это USB-провозователь уровня, и компания борясь, компания производить эти платы, борясь с подделками из Китая, сделала специальную фичу в их драйвере, которая физически уничтожала эту самую микросхему, специально прошивая ее через USB-порт, и это было реализовано непосредственно в драйвере. При этом как бы ладно, если они защищали бы себя, но они очень часто ошибались и выжигали вполне легальные чипы раз, во-вторых, ну, банально иногда невозможно отличить какой-то чип, настоящий или нет. И вот такие вот сомнительные способы защиты, как только был отправлен патч этой компании в ядро Linux, был незамедлительно отвергнут, причем с очень длинным троллингом со стороны разработчиков самого ядра. То есть, у пользователей никогда не будет таких возможностей. У пользователя всегда будут самые свежие при условии обновления. Самые свежие современные средства просто безопасности, тот же самый SSL-протокол и все библиотеки связанные с SSL-ю. Ну и, собственно, сам SSL-ю, он тоже полностью свободный. Пользователи выигрывают больше всех. Для программистов, для программистов, ну, наверное, в нашей стране профессия программисты, это не просто профессия после университета, это скорее призвание, потому что, сколько я программистов знаю, большинство из них получают удовольствие от своей работы. И у многих из них есть хобби. Кто-то любит делать какие-нибудь поливалки для цветов, кто-то делает какие-то свои собственные веб-сайты, кто-то пилит очень активно какой-то свой сервер для обмена сообщениями, кто-то пишет мобильные приложения. И работая над такими вещами и выкладывая свой код в хотя бы в качестве просто программного обеспечения с открытыми исходными кодами, программист рекламирует себя. Например, я доподлинно знаю, что в компанию Canonical просто прийти и устроиться в качестве программиста нельзя. они нанимают людей только из тех, кто контрибьютит в их репозитории, кто контрибьютит в Ubuntu. Canonical это фирма, которая стоит за Ubuntu. И для разработчика это, естественно, опыт, возможность найти единомышленников, которые ему помогут реализовать его идеи. И, естественно, это своя собственная реклама. Я ответил на вопрос? Спасибо вам за вопрос. Вы говорили про несение изменений в программном освещении. Что будет если какие-то вредоносные изменения, последующие дальше распространения, и что будет, если это распространение последних? Ну, такие прецеденты были. Кто-то пытался в репозитории того же самого Dibiana когда-то подложить какие-то подобные исходные коды, но, к счастью, есть очень довольно навороченная система. Она существует на самом деле в большинстве проектов с довольно большим кодом, когда все коммиты, которые делают, в начале ревьюются. То бишь, кто-то приходит и проверяет то, что было загружено еще на этапе исходника. Затем, даже на той же примере Ubuntu, прежде чем Ubuntu стать Ubuntu, она берет пакеты из unstable ветки Debian. И у самого Debian тоже есть множество веток экспериментальных, бета, альфа и прочих релизов. Поэтому для того, чтобы это оказалось у конечного пользователя, этот вредоносный код должен пройти очень много этапов. И на каком-нибудь из них, скорее всего, на первом, потому что ревьюеры, это, как правило, люди, которым доверяют, это люди из команды, которые разрабатывают какой-то компонент. И чтобы это прошло, ну, вот те случаи, о которых я вначале сказал, это была атака на непосредственно сервер, там просто бинари перезалили и вместо официального файла попал вредоносный файл. Но это просто моментально было исправлено в течение каких-то часов, а не как в случае некоторого программного обеспечения иногда в Адаме. не поправляют ошибки. Спасибо. Алиса, прям за. Kernel.org Torvalds лично еще содержит репозиторий прямо на Yidhub.com slash Torvalds. Ну, переписать можно, да, в принципе, как угодно, но, как бы сказать, очень много лет этому ядру и что-то там разобраться это очень-очень сложно. Возможно, стоит взять какую-нибудь операционную систему, другую с открытыми исходными кодами кодами или свободную и начало посмотреть, что творится в ней. Нет, внести какую-нибудь простую правку там довольно просто. Например, мне когда-то нужно было взять ядро от существующего планшета на андроиде и разрешить использовать USB-хабы. По какой-то причине производитель не включил поддержку USB-хабов в ядре, а это делается одним флажком в конфиге ядра. Все запустило, заработало. Такие вещи, как просто что-то там поправить, какую-нибудь небольшую штуку, можно довольно легко найти в исходных кодах. Если нужно ядро под какое-нибудь андроид-устройство, то нужно смотреть ядро от производителя, потому что там сразу конфиг будет написано. А конфиг очень важен для сборки для телефона. Если для Ubuntu поменять допустим ядро, оно тоже лежит отдельно, при этом у Ubuntu есть еще пакет kernel srk, он сразу скачивается, можно там же вносить изменения и сразу компилять и ставить его на машину. C. Ну там чуть-чуть C++ есть, но это в таких модулях, которые драйверами являются. бесплатно или открытым? Давайте так, расскажу между тремя, между бесплатным, открытым и свободным. Ну бесплатно понятно, это есть какая-то компания или человек, который просто бесплатно раздает эту программу. При этом у вас нет доступа ни к исходникам, ни к чему. Есть еще такие понятия, как freemium, это когда дается программка, которая вроде как полнофункциональная, но может работать 30 дней, а потом извольте купить про-версию, это собственно бесплатно. Открытое программное обеспечение это там, где декларируют то, что мы выкладываем исходные коды. Во-первых, нам просто нравится то, что вы можете переиспользовать нашу работу, во-вторых, мы очень гордимся нашим проектом и хотим сделать его лучше. Поэтому просто даем исходные коды всем, вы можете их переиспользовать, так как вы считаете нужным, но не нарушая условия лицензии. А свободное программное обеспечение подразумевает сделать целую философию сделать так, чтобы этот код дальше служил людям и был приводен для переиспользования, мог быть свободно дальше распространен и модифицирован. Вы бы могли еще раз пояснить свободное АПО, которое является платным, как все-таки это работает. Более подробно. Как бы совсем такой простенький пример, это например, какой-нибудь 3D игровой движок, лицензированный под лицензией GPL и коммерческой. То есть есть такая понятие, как двойное лицензирование. Вы являетесь автором, но при этом вы можете код передать как под лицензией GPL, так и передать код под любой другой лицензией. Вы автор, вы решаете. И самый простой пример, то, что вы даете этот код всем, вы можете улучшать, делать, но если к вам придет, допустим, какой-то свой клиент, вы можете модифицировать так, как это посчитаете нужным, и отдать уже ему под какой-то другой лицензией, чтобы он не был обязан его раздавать другим своим клиентам. Это самый простой пример. Есть более сложные вещи, например, есть такая компания под названием, это не совсем свободная, но это просто пример с открытым программным обеспечением. Есть такая компания, как Redis Labs. она занимается распространением Redis, это такая база данных кей-валу. При этом продукт полностью опенсорсный, лицензия там то ли Apache, то ли MIT, я уже не помню, но сама суть, то, что Redis Labs никоим образом не относился к самому автору Redis, но никоим образом, хотя в данный момент он его нанял в качестве своего сотрудника. И Redis Labs занимался настройкой, установкой и масштабированием Redis для своих клиентов. То бишь заработать на этом можно предоставляя какой-то сервис вместе с этим ПО. То есть я правильно понимаю, что свободное ПО, которое является платным, это чаще не совсем как от авторов, как уже от неких посредников, которые помогают настраивать какие-то сервисы предоставляют вместе с этим ПО. Ну, это на самом деле зависит, как получится. Потому что даже если вы автор и появилась какая-то компания, возможно, где-то далеко от вас, которая начала продавать ваш продукт, вы на этом все равно сможете как-то заработать или получить какие-то уже выгоды в виде рекламы хотя бы. А вот двойное лицензирование, там получается, если они предоставляют исходный код, то как вот, грубо говоря, работает двойное лицензирование, если есть исходный код? Ну, исходный код, у него же есть автор, он чей-то, и вы можете передать этот исходный код либо по одной лицензии, либо по другой, буквально просто в заголовках файлов переписываете, то, что этот файл предоставлен таким-то под договором таким-то, таким-то, либо меняете это на обычный JPL-ный заголовок, то, что этот код является лицензированным под JPL-ю. Очень просто решается. Спасибо. Спасибо. Если возникнут еще какие-то вопросы, я предлагаю индивидуально обсудить их с нашими докладчиками. Давайте еще раз их поблагодарим. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ